Сергей, приветствую вас. Сэр, Питер, здравствуйте. А вы еще не выучили украинскую мову? Хотел спросить у вас. Ну, это с погружением надо будет делать. Когда приеду жить в Украину, конечно же, займусь. Ну, вы собираетесь, да, здесь жить? Ну, это же, я думаю, входит в обязательную программу любого интеллигентного человека, который считает свою интеллигентность необходимым подчеркнуть. Бинго. Пан Исселье, ну вот, продолжаем. Обещаю, что последний раз я поднимаю тему «Смерти Пригожина». Ну, не можем последние уже такие штрихи и домыслы, в том числе, которые передаются такими серьезными институциями, СМИ, все-таки обсудить. Сейчас речь идет о изучении института изучения войны, то есть последний доклад этой организации, которая пишет, что в «Смерти Пригожина» была более заинтересована Минобороны Российской Федерации, чем сам Путин. Министерство Шойгу активно выдвигало условия для прекращения деятельности Вагнера на Ближнем Востоке и в Африке еще до смерти Пригожина. И один из военкоров заметил, что представители Минобороны на переговорах боятся оказывать прямое давление на наемников Вагнера. И вместо этого давят на ближневосточных и африканских официальных лиц, чтобы те разорвали свои связи с ЧВК. А аналитики предположили, что Минобороны Российской Федерации может быть более заинтересованным в уничтожении ЧВК Вагнера и его основателя, чем Путин. Как вы считаете, возможно ли эта версия? Если да, что она меняет коренным образом? Во-первых, все-таки нужно воздать должное фетишизируемым западным аналитикам, которые сразу превозносятся и априори считаются безупречными. Это абсолютно не так, потому что в своих действиях мы видим, сколько раз за границей ошибаются, несмотря на свои удивительные совершенно аналитические способности. То есть у них, поскольку компьютеры мощнее в несколько раз, то и любой их ответ считается сразу быстроверным и правдоподобным. Нет, ребята, вы не все знаете, не все понимаете. Во-вторых, тут же чувствуется некий конфликт в оценках. С одной стороны, Министерство обороны позволило себе такую диверсию, с другой стороны, Министерство обороны Вагнера боится. То есть вот эти трусы, которые боятся головорезов, они на самом деле смельчаки и не боятся их для того, чтобы, во-первых, нажать кнопку, а во-вторых, после этого получить какой-то так или иначе результат, когда вот эти вот такие бравые ребята, такие стрихотки по вышке на зону только что откинулись, и вот их тут, так вы их боитесь или не боитесь? Так вы на самом деле, сила или не сила? В России, где вертикаль, тем более вертикаль выстроена по принципу гниения, если... ...рука к козырьку и абсолютно никакого так связь рвется. Это, кстати, странно. Нормально, но мы вас слышим. Немножко зависло, слышим. Все. Да-да, я вернулся, я вернулся. То есть Министерство обороны, которое состоит, чем выше генерал по должности, тем он слабее, из-за людей, которые где-то там наверху, на уровне уж точно не лейтенантском, приняли решение нажать заветную кнопочку, и Министерство обороны, располагающее ПВО, как раз в этой стране, позволило себе такую диверсию на глазах у всего мира, не согласовав с Путиным, несмотря на то, что это террористический акт, который так или иначе весь мир видит. Вот я никогда не поверю в то, что в России, в министерстве, хоть в каком-нибудь, хоть сельского хозяйства, хоть машиностроения, хоть торговли, есть хоть один, кто способен не то, что мяу сказать против Путина, а вообще без его команды чихнуть. Тем более, когда речь идет об устранении такого уровня оппонента, которым является по сути, по весу и по задеянному Пригожин. Решение об устранении предел какой-то генералюшка, это вот который, фанерный или картонный, это тот, который пишет, или это тот, который только снимается, это кто из них такой? В России так не бывает. Нет. И поэтому, когда аналитики, такие серьезные люди, обобщили и взвесили, кому это выгодно? Да это всем выгодно. Желающих поставить лайк и сказать, ну, наконец-то, список даже не на одну страницу мелким вордом. И, тем не менее, в России есть только один человек, который определяет, когда дуть ветру, когда вставать солнцу и когда река повернуть вспять. Вот вы знаете, Сергей, я немного слушал ваше интервью, где вы перекликаетесь с мнением известного украинского журналиста Виталия Портникова, который вот привел пример, который я с самого начала тоже сразу же подумал о Кирове, убийстве Кирова и его последующей канонизации, да, 34-й год. Вот Виталий Портников называл это преддверием к 37-му, после которого вот все стали настолько бояться, что даже когда 22-ое июня 42-го года демонстрация полного краха стратегии Сталина и его пакта с Гитлером, он закрывается у себя там в бункерах своих в ожидании абсолютно очевидного, наверное, его демонтажа, его режима и, собственно, его собственного убийства со стороны окружения, все настолько боятся сидят, как вы сейчас сказали, никто и пикнуть не мог, никто ничего, собственно, не сделал. И вы тоже говорите, что, в принципе, чтобы понять, что сейчас происходит в России, нужно обратиться к учебникам истории про 37-й год, собственно, 37-й год это то, к чему сейчас Россия уже вплотную, собственно, подошла. Но вот если мы говорим сейчас все-таки о расследовании этих обстоятельств убийств, как вы думаете, то есть дело идет тоже к некой канонизации Пригожина, опять-таки, с признанием определенных ошибок, о чем, собственно, и сказал Путин. А какие возможны все-таки версии убийства? Как долго они их затянут, может быть, даже после предстоящих выборов? Кого они обвиняют в этом? Потому что мы уже слышим от Прилепина, того же, от Соловьева намеки, что за этим стоит Украина. В таком случае Украину можно поздравить со столь быстрательной победой, потому что управлять ПВО российским рядом с Москвой Украина, если смогла, то, конечно же, молодцы. Пригожин, вы очень, на мой взгляд, хороший пас дали, с которого гол забить красивый можно, после смерти рискует стать политиком, о котором он, конечно, собирался, но не планировал так быстро. Реально политиком он в жизни не стал. А вот если вдруг на тех же самых выборах довеском симпатии электората нужно будет положить его канонизацию, он будет канонизирован. Но перед ним, конечно, в очереди Сталин. Сталин раньше станет иконой в храме, в храме вооруженных сил есть такое капище. И в целом, конечно же, канонизация Сталина потихонечку уже разворачивается, не зря ему памятник возвращается, учреждением агитаторов за Медведева, люди отказывались и говорили, знаете, вот за это я не могу прийти и кого-то уговаривать проголосовать. Медведев же стал президентом. И Путин, конечно же, уже президент. Путин, конечно, блестяще выиграл при полнейшей поддержке народа выборы. Но если вдруг, то и Пригожин своим трупом в качестве довеска будет брошен на весы, чтобы чуть-чуть все-таки чаша склонилась в нужную сторону. Никак иначе. На какую-то самостоятельную свою дальнейшую судьбу в истории, в сердцах, в канонизации у него шансов нет. Сергей, ну вот британская разведка сейчас подозревает причастность к ликвидации основателя Вагнера, Пригожина, генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова, предположительно ответственного за отравление Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Об этом пишет британское издание со ссылкой на источники в разведке. И вот мы уже сейчас слышим, что в принципе Аверьянов может возглавить то, что осталось от Вагнера уже под другой вывеской в Африке. Собственно, что вообще известно про эту фигуру? Насколько можно предполагать, что именно он станет неким таким уже заменой, собственно, Пригожина? Вот по назначению следующего командира Вагнера станет понятно, точу это структурное подразделение. Если это будет кто-то из ГРУ, значит, все-таки Вагнер был армейским под Министерством обороны. Если это будет ФСБ, значит, все-таки это была внутренняя тайная полиция, какого является ФСБ. До этого назначения туда структуры все-таки Уткин был грушником, но Министерство обороны тоже усиливало своими кадрами. Вот теперь по предыдущей биографии нынешнего командира, нового командира, станет понятно, либо кем было, либо кому отдали в управление. То есть, если это придет кто-нибудь, Абериадов тот же самый, все, значит, структура теперь из-под Министерства обороны выдернута и передана в группу. Но то, что это государственная служба, ну, сомнений-то никаких, в России не бывает такого богатого колхоза, родившегося и разбогатевшего стремительно в чистом поле в неурожайный год. Это бывает только в случае интереса государства. Государство создало структуру Вагна, государство этим инструментом пользуется, и оно очень нуждается в наличии подобного инструмента. Но, конечно, вот дуболобность грушников, они все-таки туповатые. В Гру идут люди из сапогов. То есть ты сначала должен отбить себе мозги о перекладину, о танковый люк, о какой-нибудь там артиллерийский казённик, и после этого, если у тебя что-то там в голове осталось, тебя берут в Гру и назначают уже интеллектуалом, разведчиком и аналитиком. ФСБшники, они немножко по-другому свой кадровый состав формируют, они поизочереднее. Провалы Гру как раз говорят о том, что у них даже среди тупых есть тупые. Ну, дело со скрипалями показывает, что деградация службы максимальная. Даммэн-даммэр, да, тупой и тупей американский фильм. Да, да, да. Вот они как раз к этому и идут. И то, что вместо привычного там, например, новичка воспользовались, Гру все-таки умеет пользоваться новичком, помимо новичка они взяли и применили кнопку на пульте ПВО, это как раз такой очень сапоговский метод. Тупой, как рейс. Прямой, очень показательный. И серия, а что там мучится, мы сначала кинем гранату, потом разберемся, кто свой, кто чужой. У ФСБ в этом отношении все-таки немножечко другой учебник. Они пытаются, ну, ФСБ, как они там, Галича, например, устранили, вот Цоя уже не так, Машерова, да, действительно, отработали. У них немножко иная квалификация, они умеют создавать несчастные случаи. ГРУ не умеет. И Вагнер в этом отношении, конечно, получит либо чуть более изощренного начальника, менее такого войскового, либо такого нормального, тупого, который будет их класть, как полагается, когда несколько лет тому назад Вагнер шел отбирать у курдов нефтяной прииск. И это была первая гибель Вагнера в Сирии, такая массовая, когда батальон полег, даже не увидев врага. Американцы предупредили, не надо, не идите. А Вагнер, поскольку он все-таки тупой, он сказал, а мы тут сейчас доблестью как шарахнем своей по курдам, как нам сейчас нефть польется с золотым ручейком в корма, а оно прилетело, они даже не поняли откуда. Интересная коллизия. Самое главное, что когда мы с вами обсуждаем вопрос, что же будет дальше с Вагнером и кто его возглавит, мы пытаемся так или иначе подразумевать некую интригу добровольности, будто это частная военная компания. Была государственной, государственной остается, назначение будет в ближайшее время. Ну вот к вопросу о возможности или невозможности сохранения ЧВК Вагнера в ее личном виде пишет вот со ссылкой на два источника The Moscow Times газета и скептически на эту тему выражается военные подразделения с боевым опытом в Украине, Африке, на Ближнем Востоке, подкрепленные медиа-империей из телеграм-каналов и политтехнологов. Все это не нужно Кремлю в преддверии выборов, где Путину предстоит переизбираться уже на пятый срок. Сразу после июньского мятежа Пригожина, российские военные начали в открытую активно готовить смену управления структурами ЧВК на Ближнем Востоке и в Африке. Рассказал Москва там человек, побывавший в нескольких командировках в составе Вагнера. Теперь же после авиакатастрофы в Терской области все стараются держаться как можно дальше от любых историй связанных с Пригожиным, говорит источник из числа российских чиновников. Поэтому предполагается, что никто не осмелится назвать ЧВК, что может привести к ее расформированию. Но опять-таки тот же вопрос, насколько это все существенно, если это будет существовать под другой вывеской. Я опять-таки ссылаюсь на ваше предыдущее интервью, где вы сказали, что Африка, разумеется, останется очень серьезным элементом российской внешней политики, особенно учитывая, как легко удается там скидывать правительство и по сути прибирать к рукам богатство этой страны. Недавно я слышал такую информацию от известных экспертов по Африке, что России нужны там не золото и бриллианты, а там титан, вольфрам и еще третий металл назывался титан, вольфрам и уран. Вот, три. Три компонента очень важные, для чего там та же страна Нигер нужна. И если помните, еще в начале войны тоже эксперты высказывали такое мнение, что Африка еще нужна как потенциальный плацдарм для отхода в случае, если российским элитам придется бежать в случае полного краха в Украине, вот эти страны могут быть единственные, которые будут готовы их у себя принять. По пунктам, значит, к разговору о том, что из империи Пригожина нужно, а что не нужно, знаете, сам повар-палач тоже никому не нужен, и возглавить, конечно же, придется не все структуры, в том числе там фабрику троллей и его медиа-активы, а исключительно структурное подразделение, занимающееся войной. И в этом отношении оно было нужно, оно остается нужно, и есть кому командовать, и есть кем командовать. Хотя, конечно, других ЧВК тоже много, просто это самое эффективное. В силу того, что его был организатор максимально приближен к Путину, у него получилось лучшее финансирование и больше резвости в уничтожении оппонентов, потому что, например, Архана Джималя просто так уничтожить, это, знаете ли, тоже не каждому лукой лук по плечу, а вот, например, Вагнер, это было по плечу. Задача остается, поэтому и Вагнер остается, и, конечно же, кого-то назначат, и никого не волнует, боишься ты или не боишься. Тем более, что во все времена в высшей школе КГБ были люди, которые готовили именно воевать. Зачем их готовили, непонятно. Зачем нужно было в КГБ иметь обычных офицеров линейных, которые просто как пехотинцы умеют кидать гранаты и разминировать танковые проходы. Тем не менее, они были, они остаются, они будут востребованы. По поводу того, зачем Россия и Африка, вот весь тот же самый набор полезных ископаемых, кроме золота и бриллиантов, которые растут на деревьях в Африке, все то же самое было в Монголии. И в Монголии российское присутствие при социализме было в первую очередь обусловлено не буферной зоной между Китаем и Советским Союзом, а именно полезными ископаемыми. Там Меть, Молибден, знаменитый комбинат в Эрденете и даже измененный микроклимат с построенным искусственным водохранилищем русскими людьми, которые не могут жить без рыбалки на таймине. Это как раз изменение ландшафта в связи с глубиной обживания в этой стране, потому что, конечно, полезные ископаемые в Монголии, там вся таблица Менделеева еще в большей концентрации, чем в России. Там и нефть, кстати, есть в Монголии, как и сейчас начинает этим пользоваться. И во все времена мы помним, что при советской власти во время СССР почему-то вдруг был неитропических болезней. В России нет тропиков. В Советском Союзе не было тропиков. Ленкарань была субтропиками. Маленький кусочек, совсем маленький. Там уже Азербайджан. На юге, на юге Азербайджана, да. Да, 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 да. И тем не менее, был же целый институт, который занимался этими экзотическими заболеваниями. Почему? Потому что Красная Армия воевала в тех регионах, где нужно было понимать, как бороться с малярией, что делать с такой лихорадкой, с сикой лихорадкой, чем черная мамба отличается от гремучей змеи, и как нужно нейтрализовать эти яды. А черная мамба в Подмосковье тоже не очень сильно водится, не часто встречается. То есть интересы геополитические Советскому Союзу, они всегда были гораздо шире, чем ареал обитания зоны коммунизма. Африка, конечно же, во все времена, веками рассматривалась как исключительно имперское вторжение ради колоний. Неважно, кто ты, итальянец, немец, француз, голландец, Африка, она была колония, колония остается, и Советский Союз туда приходил. Разница только в том, что Советский Союз еще считал нужным кормить местное население. Это очень сильно и очень серьезно выделяло на общем фоне, потому что другие все-таки строили там капитализм, при капитализме принято не сидеть на шее у государства, а еще немножечко изображать трудовую деятельность, что в Африке последние несколько веков очень трудно дается коренному населению. Но Африка остается, Вагнер остается, интересы остаются, воевать будут, добывать будут, грабить будут, строить уже не будут, уже самим надо, денег не хватает. И, конечно же, единственное, чего мы можем, вот может быть, удостоиться в ближайшее время, это переименование Вагнера. Но как боевая единица, как сплоченный трудовой коллектив уголовников, зэков, негодяев и дуболомов, а также офицеров разных разведок, останется во что бы то ни стало. Советский Союз в этом отношении прекрасно понимал, что беспринципные люди очень эффективны в решении аморальных задач. Ну вот, продолжаем ссылаться на западные СМИ, вы абсолютно правы, что иногда они ради хайпа просто выдвигают разные мнения, а иногда, вот как институт изучения войны, мы часто в украинских СМИ заметили уже, его цитируем, вот играет роль такого капитана очевидности иногда. Вот даже вот следующий материал Washington Post пишет со ссылкой на знакомый ситуации источник о том, что убийство Пригожно вызвало шок у российских элит. Крупные бизнесмены скованы страхом, в том числе за свою жизнь и восприняли расправу над Пригожиным как сигнал. Но об этом мы только что говорили. Возможно, 1934 год, возможно, уже 1937 год. Один российский миллиардер рассказал, что начал предпринимать дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности. У других представителей бизнес-элиты начисто пропало желание делать публичные антивоенные высказывания даже в завуалированной форме. То есть, к разговору о другом Пригожи и Иосифе, вот даже вот такой неосторожный разговор уже просто невозможно, потому что знает, что все записывается и будет использовано против них. Ну вот, все испугались, это прямая цитата из источника, государство будет считать каждого, кто демонстрирует нелояльность с врагом. И вот, суммируя, Watch the Post пишет, что это свидетельствует о еще большем сползании России в мафиозное государство. Путину, хотя и удалось посеять страх, в результате он окажется в еще большей изоляции, ведь непонятно, кто будет теперь озвучивать критику. Ну вот, опять-таки, если мы возвращаемся к прецеденту Кирова 34, или даже вот Камило де Сенфуэго, вспомните, да, этот вот соратник Фиделя Каста, который тоже погиб в авиатой катастрофе, которую считают, собственно, организованной с самим Фиделем Кастро, чтобы избавиться от харизматичного потенциального конкурента. И тот, и другой жили, правили до глубокой старости и, по сути, до своей смерти. Ну, Фидель Кастро был еще некое время почетным пенсионером, передал успешно власть своему брату. Вот, суммируя, все-таки, смерть Пригожина, укрепился ли Путин? И, если да, то краткосрочно или долгосрочно? И вот, что вы скажете по поводу позиции Watch the Post, что эта изоляция может иметь такую обратную сторону, когда Путин вообще не будет слушать критику и власть еще более будет изолирована и принимать все более и более неправильные соответственно решения? Конечно, Watch the Post, оно пытается создать картину, что будто бы в нормальной стране произошло что-то аномальное. Внутри концлагеря от того, что некий Капо вдруг пошел на растерзание и его труп выбросили во враг, не меняется абсолютно ничего. Капо больше, Капо меньше. Паек от этого никак не меняется. И олигархи, а также любые люди так или иначе причастные и пристрастные к власти в России, они не получили какого-то дополнительного сигнала и новых условий игры, когда было вчера, а вот завтра стало по-иному. Как было страшно, так и остается страшно. Как ты воровал, отвернув глаза в испуге серии, ну хоть последний миллиард, но я все-таки на бутерброд намажу тонким слоем, так и продолжается это воровство. Как был всесилен Путин, у него лишняя полоска, как у тигра, который в принципе ландшафт абсолютно не меняет. И здесь, конечно же, всегда со стороны не видится масштаб действия и масштаб людей. И кажется, что Пригожин был действительно фигурой. И это прозвучало. Нет, фигуры он не был. Он был заметным, но он не был великим. Прозвучало, через неделю забудут и звучать будет ровно до тех пор, пока кто-то так или иначе педалирует эту тему. Путин велик и могуч, он велик и могуч, но мы помним сказку «Тараканище», это как раз сказка про него. Поэтому удивительно, но на русском престоле сейчас «Тараканище», а не харизматичный лидер, который воистину востребован страной, и страна у его ног готова к совершениям и подвигам. Ничего подобного. Такая картина из-за рубежа может так или иначе хоть как-то прорисовываться. Внутри стране это не так. И когда пытаются взвесить какие-то последствия, вот был Пригожин, не стал Пригожин, это же что-то значит вообще ничего. Не для кого. Для олигархов? Нет. Для населения? Нет. Единственное, что был процент людей, которые его биографию посматривали. Когда он шел на Ростов, говорили, ну молодец. Когда он убивал негров, говорили, а, ну все понятно. Когда он стоял рядом с Путиным, все говорили, а, ну это тем более многое объясняет. Теперь это а пропадает, и все, на этом, собственно, заканчиваются так или иначе какие бы то ни было упоминания о Пригожине. И, собственно, Кремль в этом тоже заинтересован. А народу ему ведь на самом деле тему рассказывает телевизор. Не будет телевизора Пригожина, не будет никакого упоминания о нем. Если сейчас срочно отмыть, отчистить Анжелу Дэвис и сказать, что весь советский народ просто в едином порыве требует ее освобождения, народ даже не заметит, что он еще вчера был за Пригожина. Сергей, ну то есть, смотрите, в принципе, идет же зачистка сейчас вообще информационного поля. Ладно, там телевидение, но даже вот это отдушина для действительно страждущих, для заотечества, там телеграм-каналы зачищены, по сути, Стрелков посажен, Пригожин нейтрализован, уничтожен. То есть, Путину, по сути, ничего не грозит сейчас, я так понимаю. Даже вот то, что мы говорим, что только поражение в Украине ему угрожает. Я подозреваю, что и это ему не угрожает. Помните, Садам Хусейн после поражения в войне с Америкой Desert Storm прошелся улицами Багдада и лучезарной улыбкой объявил победу над империалистами? Слушайте, после того, как израильтяне разбили сирийско-египетскую коалицию, египтяне устроили в календаре новый праздник, День армии, День вооруженных сил. Они день, когда их разгромили, празднуют, как День Победы, по сью пору у них этот праздник не пересматривается. И все-таки нету никакой серьезной весомости от того, что в телеграм-каналах публикуется. Информационное пространство мертвое достаточно давно. Причем, тот небольшой процент людей, которым это интересно, важно, и кто подпитывается вот этими знаниями, новостями, фактами, они их находят, и задушить их невозможно. Всем остальным это просто не нужно. В телевизоре показывают сериал про московскую красивую жизнь, о том, как девочка из провинции купила себе айфон на первую зарплату, мыла пол в подъезде у олигарха, вышла за него замуж, отодвинув его предыдущую более-менее законную жену. Ах, вот она мечта, девочки, ну-ка быстро все из колхоза поехали в Москву. Вот чем живет народ. И то, что вдруг где-то становится меньше информации, это замечает очень небольшое количество людей. Информация, конечно же, имеет огромное значение. И в те времена, когда Советский Союз реально боролся с реальной вооруженной оппозицией, были белогвардейцы. И потом было так или иначе, ну в том или ином виде, ну какое-то белогвардейское сочувствие, не говоря уже, конечно, это не Союз меча и орала. Но Советский Союз на начальной своей стадии так или иначе понимал, что есть те, кто готов взяться за оружие и свергнуть советскую власть. Ее душили, эту оппозицию, душили средства массовой информации, потому что очень было важно, чтобы есть оппозиция или нет, про нее молчали. И сейчас картина точно такая же. Действительно важно, чтобы в России было полнейшее молчание, стопроцентная тишина. Не потому, что выборы, не потому, что кто-то что-то поймет. Никто ничего не поймет. Неумные люди не имеют порыва и необходимости в знаниях, в обобщении, в анализе. Им это не свойственно. Пролы помнят только цену на пиво. Не более того. Но никто не должен ничего говорить. Навальный это сформулировал лет 10 назад. Эта власть требует, чтобы ее ненавидели молча. Поэтому, конечно же, дальнейшее так или иначе закручивание фитилька будет продолжаться. Но это не будет иметь тех последствий, которые видятся из-за границы. Будто теперь он угаснет и на этом все. Ничего подобного. И даже при советской власти, когда на территории Советского Союза не росло ни одного целебного ростка, радио «Глаз» не случайно были столь эффективны. Не только Сева Новгородцев. Радио «Свобода», «Свободная Европа», «Голос Америки». Они подрывали устои советской власти даже просто хорошей музыкой. В принципе, мы возвращаемся опять-таки аналогией с 1937-м годом именно к той ситуации. Информационный лошад будет зачищен, но не на 100%, потому что нуждающиеся будут иметь все-таки маленькую щелку посмотреть, как же там в нормальном мире. Ну и совсем последняя у нас минутка остается, Сергей. Вот товарищ, известный политолог, который находится в Вене, Антон Шеховцов, пишет о том, что, собственно, с убийством Пригожина вот стала вакантным место такого джокера, пламенного джокера-провокатора в российской политике, которая всегда была необходима для, судя по всему, для российской власти. И речь идет, разумеется, о правоцей этого жанра. Это Владимир Жириновский. Вот он считает, что Пригожин занял эту такую нишу. Сейчас этот трон остается пустым. Он прогнозирует, Антон, что до выборов все должно быть спокойно. Никакого трикстера, он называет, трикстер-файр-брэнд такой, не будет. Но, в принципе, святое место пусто не бывает. Как вы думаете, кто может претендовать на трон Жириновского Пригожина? Распутин на Руси возле престола всегда появится в том или ином виде, в обязательном порядке. В ближайшее время, конечно же, его не будет. Понятно. Все. Лаконично и по делу. Спасибо большое, Сергей, что были нашим гостем, друзья Сергея Слонян. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо.